Создавать автобусы можно разными способами. Самый простой — взять грузовое шасси, на которое затем водрузить автобусный кузов. Получается дёшево, практично, но об организации низкого пола речи, конечно, не идёт. Для россиян самый известный пример реализации такого подхода — это, конечно, техника марки PAS. Скажем, в основе модели Vector Next лежит грузовик Gazon Next. Притом конструкторам удалось организовать даже версию для перевозки маломобильных граждан. Как только «КамАЗ» показал средне-тоннажную модель «Компас» — своего конкурента Газону и Валдаю — сразу пошли слухи, будто из этого бескапотника со временем состряпают автобусы малого и среднего классов. Теперь слухи обросли подробностями. Как уверяет телеграм-канал «Грузопоток», ульяновский завод «СимАЗ», пассажирские машины которого базируются на шасси «Исудзу», планирует первым опробовать агрегатную базу «КамАЗовского Компаса». В этой затее, к слову, нет ничего трудного. Ведь исходник «Компаса» — китайский «Джак» — по компоновке и конструкции практически полностью повторяет технику «Исудзу». Так что появление такого автобуса — дело самого ближайшего времени. Из-за санкций грузовые производители вынуждены срочно искать замену основным агрегатам. Скажем, «Белазу» теперь нужно найти альтернативу немецким моторам МТУ и американским дизелем «Кальниц». Благо таковая обнаружилась совсем рядом. Выполнить задачу импортозамещения поможет уральский дизельмоторный завод. В годы Великой Отечественной Свердловское предприятие выпускало дизели В2-34 для знаменитого танка Т-34. А сейчас здесь делают разнообразные двигатели для тепловозов, судов и стационарных установок. Но радоваться находчивости белорусских самосвалостроителей пока рано. Как минимум потому, что следом придётся подбирать аналоги электрических трансмиссий, что прежде отгружала американская General Electric. В советское время существовала практика, когда завод, фабрика или другая организация получала большой земельный надел, который затем делила между сотрудниками на участки поменьше. Мечтоподобное сейчас затеял калининградский автотор. Мало кто знает, но в состав холдинга входит фирма «Автотор Агра», которая ведёт сельскохозяйственный бизнес в Калининградской области. Итак, имея около 300 гектаров свободной земли, компания решила поделить их на небольшие делянки по 10 соток. И каждую такую делянку отдать заинтересованным работникам под сады и огороды. Участки вспаханы и пробаронованы, так что их можно сразу использовать для посадки овощей. Автоторовцам даже предлагают купить семенную картошку, чтобы уже осенью они смогли получить свои первые урожаи.